Здравствуйте! С вами итоговая информационная программа. Я Марина Романюк и мои коллеги расскажем, как прошла неделя в городе. Смотрите в выпуске. Перерасчет будет. Тема оплаты и отопления за сентябрь волнуют рязанцев. Ответы есть у Максима Васильева. По законам военного времени частичные мобилизации объявлены президентом страны на этой неделе. Нюансы в нашем материале. Без приставки в Рио. Павел Молков теперь официально губернатор региона. В Рязани стартовал отопительный сезон. Всю эту неделю сотрудники РМПТС подключали социальные объекты, дошла очередь и до жилого фонда. Но тут сразу у большинства рязанцев возник вопрос. А что с платежками? Подключают в середине месяца, но в счетах на оплату пункт отопления уже есть. Будет ли сделан перерасчет? Специалисты РМПТС ответили однозначно. У меня заявка ваша есть, никуда не делась, не потерялась. До свидания. В информационном центре РМПТС всю неделю разъясняют рязанцам порядок перерасчета. Официальный сезон стартовал с 19 сентября и фактически тепло в дома начали подавать с середины месяца. У жителей возникли вопросы. Ответы на них дают здесь и делают это весьма оперативно. Например, почему официальный сезон стартовал в понедельник, а теплыми батареи стали лишь к пятнице? Специалисты разъясняют. Вы понимаете, что период пяти дней, тот, который предусмотрен графиком, он взят не просто так. То есть это то минимально необходимое время, которое необходимо для того, чтобы вывести централизованную систему теплоснабжения, и в первую очередь эта система Новорязанской ТЭЦ, на зимний режим работы. Это и заполнение систем, и подъем нагрузки, это последовательное включение насосных станций, а в этой системе их 10. Все это делается для того, чтобы не просто подать тепловую энергию в дома, но подать ее безопасно. Понятно, что внутридомовые сети везде разные, где-то после включения могут быть мелкие аварии, и вот специально для таких случаев предусмотрен особый порядок. Управляющая компания и РМПТС составляют два акта. Один о фактической подаче тепла в дом, второй о проверке этой даты. Так что в заявке об отсутствии тепла в квартире смысл есть. Да, мы выполнили начисление с даты начала отопительного села, потому что, в общем-то, трудно предугадать заранее, когда, в какой дом попадет тепло надлежащего качества. Поэтому сделано начисление так. И люди это знают, это происходит ежегодно, повторяется. Люди знают, что на основе этих актов в течение октября месяца мы всем сделаем перерасчеты на дату фактического подключения дома. Для того, чтобы действительно людям подстраховаться и не платить лишнего, конечно, если у них, они прочитали на двери подъезда объявление о том, что готовьтесь, что у вас там 20-го числа будет подано отопление, и они 21-го не видят никакого отопления, конечно же, не будет лишним, если они свою заявочку или, скажем так, вот отсутствие отопления заявят управляющей организацией, диспетчер. Но при этом нужно не просто заявить, у нас отсутствует отопление. Нужно потребовать, чтобы эта заявка была зарегистрирована, услышать номер заявки, дату заявки и фамилию того, кто эту заявку принял. Что же касается непосредственно даты перерасчета, то все данные в РМПТС обещают собрать в течение октября. И уменьшение суммы платежа произойдет уже в ноябрьской платежке. О ремонте автодороги возле некоторых улиц в Рязанской роще местные жители просили давно. Состояние дорожного полотна здесь не устраивало никого. Теперь отчитываются дорожники. Ремонт дорожного полотна на улице Гоголя прошел еще год назад, в 21-м. От перекрестка улицы Черновицкой до БСМП. Объем внушительный, а сам ремонт тогда очень ждали. Жаловаться стали спустя 9 месяцев. Начали придираться прямо с самого начала отремонтированного участка. Мол, парковка есть, а не оборудована совсем. Где же бордюрный камень? Ответ оказался прост. Бордюр отсутствует, но он отсутствует на месте для стоянки для машин, которая изначально существовала на этой дороге. И при ремонте этой дороги, по предложениям жителей, мы не стали ее закрывать бортовым камнем, для того, чтобы сохранить парковочные места. Пожаловались и на мусор, притом решили, что куски асфальта лежат тут с момента окончания ремонта дороги, то есть минимум 9 месяцев. В управлении благоустройства города заверили, что мусор свежий. Кто его оставил, еще предстоит выяснить. А вот убирать будут службы города. Строительный мусор убрали быстро, совместными усилиями. Также были обращения в части установки люков смотровых колодцев ниже покрытия проезжей части более чем на 10 сантиметров. Также при проведении проверки данные факты не подтвердились, но в случае выявления этих фактов подрядчик в рамках гарантийных обязательств обязательно приведет эти люки в нормативное состояние. Недовольные указывают на улицу Шевченко, мол, тротуар отремонтировали, а бордюр не поменяли. Ответили на это, чтобы бордюрный камень заменить, придется разрушить новый тротуар. Проектировщик от этой идеи отказался, да и бордюр на данный момент свою задачу выполняет. А вот на отремонтированном участке улицы Татарской вновь пожаловались на большой зазор между канализационными люками и дорогой. Этих недостатков попросту не обнаружили. А если все-таки найдут, подрядчик обещает исправить в самое ближайшее время. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания, город. Заплати налоги и живи спокойно. Этот лозунг актуален всегда, но сегодня особенно. УФНС уже начала рассылать уведомления об уплате налога на имущество и разъяснила порядок. Тем, у кого есть имущество, сегодня отправлено уже полмиллиона налоговых уведомлений. Всем владельцам автомобилей, земельных участков, квартир, гаражей и дач они попадут до конца октября. Половина уже загружена пользователям личного кабинета налогоплательщика. Я хочу обратить внимание, что пользователи личного кабинета налогоплательщика, а это наш официальный сайт, они уже все получили налоговые уведомления. Эти уведомления выгружены им непосредственно в кабинет. Что касается тех рязанцев, которые ждут по почте свое уведомление, то им бы хотелось тоже предложить, не дожидаясь, пока это уведомление подойдет, посмотреть, сколько начислено, что начислено, и воспользоваться преимуществами нашего сервиса. Попасть в личный кабинет не так уж и сложно. Достаточно, чтобы была регистрация в госуслугах. Нужно найти на сайт Федеральной налоговой службы, выбрать раздел «Физлица», следом «Личный кабинет» и нажать на «Войти через госуслуги». Уже в этой вкладке покажут сумму налога. Здесь же, кстати, можно и оплатить. А вот если до 1 декабря о платеже забыть, то это точно аукнется. Уже со 2 декабря будут начисляться пени. Причем, чем больше сумма налога, тем, естественно, будет и сумма пени больше. Ну, понятно, что есть какие-то объективные причины, но, как правило, это все-таки некая такая, знаете, забывчивость наших граждан. Поэтому хотелось бы вот сейчас и напомнить как раз рязанцам, что нет необходимости дожидаться штрафных санкций. Имущественный налог предстоит заплатить за 2021 год. Общая сумма для рязанцев накопилась хорошая – 2,8 миллиарда рублей. Кстати, больше прошлого года – на 16%. В помощь налогоплательщикам на сайте ФНС России размещена специальная страница – налоговое уведомление 2022. Она поможет разобраться с содержимым уведомления. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил частичную военную мобилизацию. Это сообщение ждали с вечера вторника, но выход в эфир сместили, очевидно, для того, чтобы его посмотрела и проснувшаяся Камчатка. Все причины решения прозвучали в эфире федеральных телеканалов. Мобилизация стартует сегодня. Это четкая позиция президента России. Для кого-то новость оказалась ожидаемой, для кого-то пугающей. Но конфликт на Донбассе уже перерос в стадию регионального, и к боевым действиям уже вовсю подключился блок НАТО. Как поставками вооружений, так и отправкой так называемых инструкторов. Об этом говорит Владимир Путин. Именно воинствующее заявление коллективного Запада – одна из причин выхода из спячки русского медведя. Все эти разговоры о разрушении нашей страны и разделении ее на анклавы – прямая и явная угроза территориальной целостности. Мы признаем итоги референдумов на территории Республик Донбасса, а также в областях, освобожденных от нацистов. Уже сегодня линия соприкосновения на Донбассе – более тысячи километров. Мы противостоим уже не только неонацистам, а фактически всей военной машине коллективного Запада, заявил Владимир Путин. Поэтому частичная мобилизация – это адекватный ответ угрозе, с которой мы сталкиваемся. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. Что такое частичная мобилизация, подробно разъяснил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв коснется уже от служивших военных с учетной специальностью и тех, у кого есть боевой опыт. В боевом резерве страны 25 миллионов человек. Даже одного процента из них будет вполне достаточно для выполнения поставленных целей, говорит министр обороны. Ни о каких мобилизаций, призывах студентов, обучающихся в годах речи не идет. И идти ни в каких условиях, пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовать не будет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву. Их это тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации, направлении в зону проведения специальной военной операции. То есть наши призывники также продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовая. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. Всех, кто будет призван в эту мобилизацию, поставят на довольствие, и они будут получать ту же зарплату, что и контрактники. И прежде чем попасть на фронт, резервисты пройдут специальную подготовку. Новые полки и дивизии сформируют в основном из бойцов спецподразделений, ветеранов боевых действий, в общем, из контингента проверенного. Всякого рода хипстеров и малодушных просьба не беспокоится. Павел Малков официально вступил в должность губернатора Рязанской области. Напомним, на недавних выборах он получил 84,5% голосов. На церемонии присутствовали областные власти, местная администрация, представители городских организаций. Церемонию инаугурации начинают под гимн Переображенского полка. Официально приглашенных в Центральном зале областной филармонии было порядка шести сотен, но очевидно их было больше. После гимна России Павел Малков выходит на сцену в подчеркнуто строгом деловом костюме. Руководитель избиркома Рязанской области с трибуны объявляет окончательные итоги выборов губернатора. За избранного губернатора Рязанской области проголосовало 84,55% избирателей. Состоялось заседание избирательной комиссии Рязанской области, на котором было принято решение о регистрации избранного губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова и выдачи ему удостоверения об избрании губернатором Рязанской области. После получения заветной корочки внешне спокойный Павел Малков приступает к формальности, зачитыванию присяги, а затем на него надевает должностной знак губернатора, сложный инкрустированный медальон. И уже потом Павел Малков берет слово. Этот день он называет очень значимым для себя. Я шел на выборы с лозунгом «Порядок, контроль, развитие». Порядок, в первую очередь, это означает наведение и соблюдение порядка в системе управления, во всех отраслях экономики и социальной сферы. Порядка во всем, в малом, в большом, несмотря ни на какие внешние вызовы. От самого маленького населенного пункта до областного центра. Контроль. Это жесткий контроль за работой органов власти, за исполнением данных, обещаний и принятых решений, за эффективностью расходования бюджетных средств, за соблюдением технологий, сроков, качества по каждому объекту и по каждой организации. Развитие. Это серьезный настрой на созидание и на развитие во всех сферах. О развитии региона говорил и полпредпрезидента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. На том, в чем конкретно регионы нужно прибавлять, он остановился отдельно. Демография должна быть на особом контроле. Пока же в Рязанской области последние пять лет уровень рождаемости снижался и в 2021 году откатился на уровень 2003 года. Фактически население воспроизводит себя лишь на 60%. Не надо объяснять даже тем, кто не очень силен в математике, какие последствия это будет иметь в не очень отдаленном будущем. Исправлять ситуацию нужно через увеличение численности семей с тремя и более детьми. Конечно же решение вопросов демографии связано с ситуацией в здравоохранении. В период борьбы с коронавирусной инфекцией было очень много нареканий со стороны жителей. И здесь важно честно признавать имеющиеся проблемы. Ведь только тогда над ними начинается серьезная работа. Впрочем, полпред говорил не только о проблемах в регионе, но и о личных достижениях Павла Малкова. Во-первых, президент поддержал строительство нового моста через Аку. Во-вторых, именно с подачи губернатора началось обновление парка автотранспорта. Развитие областного центра и создание пешеходного туристического маршрута – это тоже инициатива Павла Малкова. Ну а в дальнейший добрый путь его отправил митрополит Марк. Личным благословением и крестным знамением. Еще одно политическое событие в регионе Павел Малков – новый секретарь Рязанского регионального отделения «Единой России». Это стало известно по итогам 36-й конференции местного штаба партии. Губернатор Рязанской области Павел Малков избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Уже в новом статусе он поблагодарил однопартийцев за оказанную поддержку. Также отметил, что в одиночку невозможно изменить ситуацию. Сделать это можно только в команде. Надо уже не обещать, а брать и делать все, о чем говорили. Все, что раньше уже озвучивали. И нам вместе сейчас с вами предстоит сформировать перечень приоритетов. При отпоручении уже дал по итогам поездки, они уже начинают реализовываться в исполнительных органах власти. Во время своих рабочих поездок Павел Малков общался с местными жителями, определяя главные проблемы региона. Такой же тактики придерживается и партия. Узнать, что беспокоит народ. На основе этого и была сформирована так называемая «народная программа». Она теперь определяет вектор развития страны. В региональном значении список проблем повлиял на предвыборную программу Павла Малкова. И часть из обещанного уже реализуется. «Нашего внимания должны оставаться и все жители региона, поскольку у нас перед ними, конечно же, очень серьезные обязательства. Вы знаете, что в прошлом году Единая Россия, в том числе с вашим участием, собрала миллионы наказов, которые легли в основу нашей народной программы. И с ней мы уверенно победили на выборы в Государственную Думу в 2021 году. И теперь настало время эти обещания выполнять, потому что, конечно, люди с нас за это спросят. Они ждут конкретных решений, конкретных шагов и конкретных результатов. И в отличие от многих наших политических оппонентов, мы держим слово «всегда». Итоги электорального цикла для Рязанского отделения «Единой России» более чем успешны. У партии 85% мандатов на муниципальном уровне. Половине от общего числа чиновников в городской думе и 70% от числа депутатов в Рязанской областной думе. В приоритете партии власти останутся те вопросы, которые волнуют рязанцев. Дороги, ЖКХ, развитие промышленности и АПК выбранного курса и будут придерживаться. Поддержка электората обязывает. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этой неделе, 21 сентября, в России отметили один из важных дней воинской славы. Куликовской битвы и ее герои знакомы каждому с детства. Но вот тот факт, что существует реальный памятник тех лет, наверняка окажется для многих открытием. Посох монаха Александра Пересвета – таинственный артефакт, хранящийся в Рязанском Кремле. Чудотворные свойства посоха поддоражат мышление людей несколько сотен лет. Действительно ли этот посох держал в руках легендарный богатырь? Или это лишь красивая легенда? Разберемся вместе. Если верить легендам, то по дороге на поле Куликова, недалеко от нынешнего города Скопин, Пересвет останавливался на отдых. Там, в пещере отшельника, монах-богатырь помолился за победу русского оружия. Потом переоделся в доспехи, а посох оставил в пещере, пообещав, что заберет его после победы. По понятным причинам он за ним больше не вернулся. Так посох и остался. Музей он появился в 1924 году. Сдал его член общества исследователей Рязанского края, некий Быстровзоров. И тогда он к нам попал из Дмитрия-Варяжского монастыря, который в тот же год закрывался. Однако в 2010 году кусочек посоха отправили на экспертизу. Небольшой, так сказать, образец от этого посоха отправляется в город Киль, в Германию, в институт, где делают ему радиоуглеродный анализ. И там как раз присылают уже результат, что, скорее всего, это яблоневая поросль, из которой он сделан, росла где-то с конца 17-го, может быть, в течение 18-го века и до начала 19-го. К сожалению, для нас это не посох пересвета, а теперь в нашей учетной документации он значится как просто посох. Одним из чудодейственных свойств посоха является избавление от зубной боли. По легенде, для сохранения красоты и здоровья зубов нужно укусить посох. Из-за таких стоматологов-любителей верхушка посоха обрамлена тысячами отпечатков зубов. Многие пациенты старались откусить кусочек для домашнего лечения и хранения святыни. Многие поколения паломников брали его в руки, там, может быть, грызли, пытаясь избавиться от зубной боли, прикладывались к нему, то есть, может быть, передавали из рук в руки, если это можно было тогда. Я думаю, это, скорее всего, можно было, потому что вещь считалась святой, чудодейственной. Будет новая экспозиция, и посох будет обязательно выставляться, и мы его, конечно же, будем выставлять просто уже как предмет, который легендарно связан с теми великими событиями и с тем, опять же, великим человеком Александром Пересветом. Рядом с посохом в этом же зале хранится кольчуга князя Олега Рязанского. Напоминает о славных временах Куликовского сражения и топонимико Рязанской земли. Села Дмитриевка, Вослебова, Победенко. И хотя поединок Пересвета с Челубеем накануне битвы, скорее всего, художественный вымысел, отображенный в литературном произведении с названием «Задонщина». А был ли он на самом деле, сложно сказать. Легенда о великом богатыре тесно связана с Рязанской землей. Выставка к столетию Якушевского из фондов открылась в художественном музее. Распределенный на работу в Рязанской художественной училище после окончания Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Станислав Фаустинович Якушевский оказал влияние на художественную среду города не столько как педагог, ибо преподавал недолго, сколько как живописец с хорошей профессиональной школой, реализовавший свои возможности в самых разных жанрах. Якушевский основное внимание сосредоточил на сюжетной картине, в то время наиболее почитаемой и обеспечившей художнику успешный дебют на выставках республиканского и всесоюзного масштаба. Коллекция произведений Якушевского начала формироваться в Рязанском художественном музее в 1956 году с первого успеха, который принесла художнику картина «Домой», написанная в 1955 году. Она и по сей день занимает место в постоянной музейной экспозиции. В последующие годы крупные полотна поступали в Рязанское собрание от Министерства культуры РСФСР. Многочисленные пейзажи и портреты приобретались с областных и персональных выставок. В результате в музее оказались не только этапные картины, такие как «Мать», «Подруги», «Есенин», но и совсем небольшие работы, раскрывающие разные грани творчества художника. В Санкт-Петербурге они привлекали в фонды музеев и других, потому что на наш взгляд, самое лучшее произведение, самое выговорящее творчество художника работы находится в Суперфондах Рязанского художественного музея. И здесь представлены, как вы видите, творчество Станислава Кустиловича во всех его проявлениях. Художник по рождению, по учебе он не Рязанский, но оторвать его жизнь и творчество от Рязански здесь и от Рязани невозможно. Отличительная черта картин Якушевского в ряду других многочисленных произведений эпохи соцреализма – это интерес к чувствам персонажей, сопереживание к каждому, независимо от его классовой принадлежности. Именно понимание сложности исторических коллизий обусловило психологическую убедительность образов и неоднозначную трактовку сюжетов в картинах «Домой», «Хлеб», «Мать», обеспечив работам художника востребованность спустя десятилетия. Смаченный жир, крупный мозог, смелый, хой, такие цвета, мощные. Но как написаны детали, сколько эти детали. Это вообще потрясающе. Вот это картинку можно смотреть в бесконечность, но это достоверно, это не клинка, но это все буквально документы писали. Это эстетика послевоенных, это эстетика нашего поколения. Я не знаю, как это раскрыть наши студенты, но в любом случае, в любом случае, это широкость, хорошая дроба, высокая дача. Приверженец классической картины Якушевский огромное значение придавал вопросам профессионального ремесла, совершенствуя его в сообществе коллег на академической даче. Постигая тайны живописи, он всегда ставил содержательность произведений на первое место. Выставка носит ретроспективный характер. В экспозицию вошло около 60 произведений мастера. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин